Фермина «семья» Фермина «семья» Фермина «семья» частная семейная жизнь, защита семьи, защита отечества в традиционном понимании. Действующий семейный кодекс даже не содержит определения семья. Что такое семья? А зачем тогда семейный кодекс нужен? И вот мы сегодня как раз обсуждали этот вопрос с точки зрения того, что же исходное, что естественное, в чем смысл семьи, потому что истинное, исходное понимание, что такое семья, это ответ на вопрос, зачем семья нужна человеку. И от этого зависит, а как государство регулирует семейные отношения, что оно может регулировать, а что оно не вправе регулировать ни при каких условиях. Почему мы так ставили вопрос, что государство может не регулировать, и мы можем ограничить государство в регулировании семейных отношений. Потому что семью создает не государство. Семьи люди создают сами. Создают, потому что хотят жить вместе и любят друг друга, вступают в брак, рожают детей, объединяют целые роды и сами выстраивают внутреннюю, так называемую частную семейную жизнь. Как им воспитывать детей, сколько детей, как внутри распределять, организовывать свою собственную жизнь. Это внутренняя частная жизнь. Это не только какие-то правила, которые люди сами устанавливают, но это эмоции, это атмосфера доброты, или наоборот, может, где-то раздражение, но кто-то из членов семьи это раздражение может снять. Это взаимная помощь, поддержка. Ну, всё то, что мы относим к человеческим чувствам, переживаниям, к тому, как мы живём. Мы живём этим, каждый из нас. Наш жизненный мир состоит не из законов и правил. Вот в обычной семейной жизни. А состоит из наших ощущений, настроений, которые мы в семье и создаём. И мы считаем, что именно это всё должно быть обязательно учтено законодателем, когда он предлагает нам какие-то правила. А семейный кодекс, и к этому пришёл в Совет Федерации, действующий, который принимался ещё в 95-м году, в том числе под влиянием очень многих западных идей ювенальной юстиции, превосходства прав ребёнка, там и многих других гендерных теорий, он, к сожалению, такой, что он фактически для семьи не оставляет неприкосновенной частной жизни. Он предусматривает и допускает возможность регулирования всего, в том числе даже личных неимущественных отношений супругов. А что такое личные неимущественные отношения супругов? Любовь, например, дружба, взаимное какое-то притяжение. Но вы понимаете, что это абсурд. Но этот абсурд имеет законодательную форму в виде семейного кодекса. И когда вы знаете, что мы давно работали на площадке Совет Федерации, Комитет по конституционному законодательству, внесли 10 сенаторов первый законопроект, касающийся поправок в семейный кодекс. И когда сейчас мы проводим везде согласование и обсуждение, стало очевидно, что все упирается в то, а что такое семья. Вот семья сегодня по семейному кодексу, какой круг людей она объединяет, кто туда входит. Вот люди, которые просто живут без брака, они входят в понимание семьи? Или, например, приемная семья, женщина или мужчина, который взял под опеку ребенка, под возмездную опеку, заключил договор. Это семья или это не семья? А крепкая семья в указе президента 809, крепкая семья, это что такое? Соответственно, без ответа на вопрос, а что есть семья-то вообще исходно? Какой смысл для россиянина? В традиционном понимании есть семья. И мы сегодня эти моменты обсуждали, в том числе, или, может быть, в первую очередь, опираясь на указ президента об основах политики в сфере защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, где есть ряд очень важных моментов, и, в частности, призыв к осмыслению всех наших социальных институтов, к тому, что мы привыкли сейчас, и нам вроде кажется это бесспорным, с точки зрения традиционного понимания, что такое семья, отцовство, материнство, детство, справедливость, коллективизм. А что же... Что же говорили участники вашей дискуссии и все ли сошлись в каком-то общем мнении? Вот вы знаете, сегодня участники дискуссии, а у нас достаточно был широкий круг, и из регионов, и ученые, и специалисты, и региональные депутаты, и даже судья Верховного Суда Российской Федерации, мы, в общем-то, едины в понимании того, что обязательно нужно пересмотреть даже весь семейный кодекс, не ограничиваясь только родительско-детскими отношениями, и именно в контексте традиционного понимания, что такое вот эти нравственные ориентиры, нравственные ценности, применительно к тому, что мы привыкли называть семья и семейные отношения. Отношения родителей и детей, отношения бабушек, дедушек и внуков, отношения братьев и сестер, отношения родственников, близких родственников, свойственников. Это всё круг тех людей, которые могут охватываться понятием естественной или натуральной семьи в традиционном понимании. То есть исходное основание, смысл. То есть это, конечно, коллектив, это, конечно, общность, объединённая кровным родством, либо некровным. Брак – это некровное родство. Но люди становятся родственниками, некровными родственниками. Объединяет брак, объединяет не только мужчину и женщину в один союз, в семью чужих по отношению друг к другу до этого, ну, полюбивших, например, друг друга. А за счёт брака объединяются целые роды, которые тоже становятся родственниками, пусть не кровными пока, родственниками. А если в этом браке появляется ребёнок, то ребёнок приобретает очень много кровных родственников с одной стороны от сын, а со стороны мамы и папы, и ребёнок соединяет и маму с папой, которые некровные родственники, всего лишь супруги, тоже объединяет вот этими уже кровно-родственными отношениями. Понимаете, какая сила семьи? И такая семья, которая обеспечивает преемственность поколений, которая создана для того, или предназначена для рождения, как Конституционный суд неоднократно об этом указывал, предназначена для рождения и воспитания детей, фактически для воспроизводства, увеличения рода, нации, численности страны. Вот эта семья – исходное основание. А вот разновидности могут быть разные другие, многодетная. Вот называют, и есть, к сожалению, даже правовой термин «неполная семья» и «полная». Я считаю, что это некорректный термин, потому что что такое «полная» и «неполная»? Если мать с ребенком, у них хорошие отношения, они живут, они любят друг друга, заботятся, родительский долг мать исполняет, очень добросовестный, и ребенок у нее растет, и развивается, и все получает. Почему это не семья? Это семья. То есть вы считаете, что это определение, от него нужно отказаться? А полное, неполное, безусловно. Это ошибочно. Это просто, это точно такая же семья, только семья, можно сказать, даже я материнской бы не стала называть, это семья с единственным родителем и ребенком, или детьми. Елена Борисовна, вот наверняка сейчас наши зрители нас слушают и думают, а что же изменится, когда мы внесем в семейный кодекс определение, будет прописано, что такое семья, мы избавимся от терминов «полная» и «неполная» семья, а что это изменит на практике? Это изменит, дело в том, что если бы определение, если бы это только заканчивалось определением, смысл любого правового, это же понятие за ним огромное, научное, это вообще-то форма мышления, это способ, даже способ организации жизни, это одно понятие, вот я вам рассказала, как организует, вот я, как организует вот это понятие, как мы предлагаем, например, да, семья, как оно соединяет роды и, соответственно, дело расширяет круг частной семейной жизни, в которую никто не может вмешиваться, у государства точно, задача государства защищать вот это пространство, в которое входят супруги, дети, родители, бабушки, дедушки, родственники, дальние, ближние, свойственники, не важно, что они не проживают совместно, для семейного кодекса это не имеет значения, это их пространство, здесь они сами устанавливают правила, сюда не должно государство вмешиваться, эти отношения оно не должно регулировать, ни в коем случае, это неприкосновенная частная жизнь, почему? Потому что в ней еще огромный пласт этических, нравственных ценностей, а это всегда добро, нравственные ценности это добро, а вот вмешательство в семью произвольно, это контр ценности, А помогать при этом получится, если нужна помощь? А поддержка, пожалуйста, поддержка это как раз милосердие, это взаимная помощь, забота, и государство, задача государства, а у него еще и социальные обязательства и функции, это как раз поддержка и помощь. Мне говорят, а как же если ребенок в беде, над ним издеваются в семье? Так, извините, то же самое, что и в обществе. У нас и семья без ребенка, в нее в жилище вообще вмешиваться нельзя, по конституции входить нельзя, неприкосновенно в жилище. Но если там совершается преступление и поступает информация, что совершается преступление или может совершиться, достаточно механизмов уголовно-правовых, административно-правовых у полиции, уголовно-процессуальных, то есть как выявление и расследование обычного правонарушения или преступления. Почему для семьи надо сделать изъятие, снять все эти защитные механизмы, ребенка, которого изывают в семье, фактически это равносильно тому, как арестовать или задержать подозреваемого-обвиняемого. С ребенком это производится, как бы в его благих целях, чтобы его убрать от папы, алкоголика куда-то перевезти. Это же происходит вот в такой принудительной административной форме. Эти обследования жилища в этот момент, когда всего лишь навсего оказать помощь ребенку, если они остались малолетние, особенно дети, одни в квартире, или рядом с папой, напившимся до такой степени, что он палец о палец не может удать, пошевелиться не может. Так мы и говорим, так у нас задача-то какая? И папу наказать, а это доказательство надо, это еще надо установить, что он пьет постоянно, а не один раз. Это не со слов только соседей, это все еще описать надо. Или нам ребенку обеспечить присмотр вот сейчас, или куда-то его перенести, так если вы его в чужую, в детский дом, или еще куда-то перевозите, это для него чужое, для ребенка это стресс. А мы говорим, так родственников-то сколько? Вот она семья, да? Поэтому и семья, когда семья охватывает вот это количество родственников, а брак особенно, он чем хорош? Да и рождение ребенка тоже чем хороши? Это же все регистрируется. В сетнике записи актов гражданского состояния, у ребенка свидетельство рождения, где написаны папа, мама, вся семья, где в свидетельстве о браке написаны супруги и так далее. То есть это все зарегистрированные, подтверждающие, что да, вот это все родственники, родственники, родственники. Им легче передать будет, да? Да, особенно если ребенок их знает, потому что он как бы остается в своей родной среде, он остается у своих людей. И вот это внутреннее, то, что законом не написать, вот это эмоциональное состояние, уверенность, успокоствие у ребенка, доверие, потому что это люди, которых он знает, это все родные, да? Оно у него внутри сохраняется. А семья, еще раз говорю, это не только просто там несколько человек, а это вот эти эмоциональные чувства, переживания, привязанности, которые юридически языком не схватишь. Но через определение семья в законе, вот если мы договоримся сейчас и вот сделаем то, что исходная семья, в чем смысл ее для каждого из нас, то тогда обязательно там появляются вот эти семейные этические ценности, не сундук с ценностями, а именно этические, то есть моральные, любовь, добро, взаимная помощь, солидарность поколений, забота о старшем поколении, выросших там внуков или детей, и наоборот забота о малолетних, о больных, в семье, внутри, поддержка. Вот это очень важные этические вещи, которые забывать нельзя. Авторитет родителей, не права ребенка, вынимается еще семейный действующий кодекс, вот эти проникшие западные ювенальные идеологии, они же нам везде навязали превосходство прав ребенка по отношению к родителям. Еще раз обращаю внимание, не приоритет прав ребенка по отношению к другим правам и свободам человека и гражданина, а приоритет превосходство прав ребенка по отношению к правам родителей. То есть вы можете представить, семья в традиционном понимании всегда роли. Один выполняет роль отца, мамы, как правило, это авторитетные, или бабушка с дедушкой постарше, они авторитетные в этой семье, если тем более, даже не важно, даже если живут вместе, но так принято. Другой брат, старший брат, младший брат, или сестра, ребенок самый маленький, который, как правило, самый опекаемый, но у него всегда тоже его привлекают потихоньку, чтобы у него тоже были свои обязанности. А нам говорят, нет, это все не имеет значения. Есть ребенок, и вот его поставьте на пьедестал, превосходство прав ребенка. Что мы получаем? Вот в указе президента, 809-м, об основе государственной политики по защите и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, прямо сказано, в чем деструктивная идеология, от которой мы должны отовсюду убрать, в том числе и из семейного кодекса, это отказаться от нее, выстроить ту, которая нам близка по духу, отказаться, что за деструктивная идеология? А та, которая порождает чувство эгоизма у ребенка, вседозволенности, безответственности, а вот это понимание, что ты над всеми, ты пуп земли в семье, фактически семью разрушает. Вот, и атмосферу доверия. Ну, тут многое. Елена Борисовна, спасибо, очень интересная тема, мы, безусловно, будем за ней следить наших прямых эфиров, и берем с вас слово, что вы будете регулярно приходить к нам и рассказывать о своей работе. Спасибо. Напомню, что на наши вопросы в прямом эфире отвечала сенатор Елена Мизулина. Редактор субтитров А.Семкин